Правила нарушили оба, но в суде отвечает лишь один участник ДТП. Сегодня решилась судьба лихого водителя, который осенью сбил женщину на пешеходном переходе. Напомним, тогда у завода управления водитель Волги скрылся с места происшествия. Также он был не трезв и к тому же лишен водительских прав. Что теперь ждет нарушителей со стажем, узнала наша съемочная группа. 31 нарушение правил дорожного движения. Из них 10 не погашено. Четыре привлечения к уголовной ответственности и многочисленные жалобы на хулиганство и нарушение общественного порядка. Сегодня в копилку этого северодвинца добавился уже реальный срок за ДТП в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть человека. Подсудимый Тихонов выводов для себя не сделал, содеянным не раскаялся. Находясь на свободе, может совершить аналогичные преступления с тяжкими последствиями. Обвинение полагает, что мера наказания подсудимым должна быть связана с реальным лишением свободы. Вечером 25 сентября Волга сбила женщину на пешеходном переходе у завода управления. Водитель мчался на высокой скорости и не заметил северодвинку. От полученных травм женщина скончалась на месте, а Волга пыталась скрыться с места преступления. Нетрезова водителя задержали буквально в километре от завода управления. Мужчина вел себя агрессивно. Потом оказалось, он уже был лишен водительских прав. Во-первых, то, что он скрылся с места ДТП, не сделав попытки оказать помощь пострадавшей, либо вызвать машину скорой помощи. Во-вторых, то, что после отбывания им административного наказания работники полиции для проведения следственных действий были вынуждены его разыскивать. В-третьих, то, что он сообщил ложные сведения о своем месте проживания, из-за чего отсутствовало возможность обеспечить его явку в суд. Сегодня в суде дерзкий водитель полностью признает свою вину. Дело рассмотрели в особом порядке. Смягчающим обстоятельством стало и наличие несовершеннолетнего ребенка на иждивении. К тому же, погибшая северодвинка тоже нарушила правила дорожного движения. Она вышла на проезжую часть дороги и стала переходить ее по пешеходному переходу, но на запрещающий сигнал светофора, чем со своей стороны, конечно же, также нарушила правила дорожного движения. Ее действия однозначно способствовали совершению преступления по неосторожности моим подзащитным Тихоновым. Тем не менее, нарушителю со стажем придется отвечать за преступления одному. В колонии и поселении он проведет в три с половиной года. Наталья Аскерко, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.